Привет, это Вятка Тудэй! Экстренные новости из города, в котором ничего не происходит, но мы все же найдем, о чем вам рассказать. Первая патриотичная новость. Кировским выпускникам запретили танцевать под зарубежную музыку на последнем звонке. Кировчане довольны. Я считаю, что это правильно. Чему могут научить наших детей эти поганые иностранцы? Шуберт, Шопен, Бах или этот подлец Брам? Или Брамс? Как там правильно? Я постоянно ошибаюсь. И слава богу, теперь наши выпускники будут танцевать на последнем балу под что-нибудь русское, скрепное. А вот теперь экстренная новость из мира шоу-бизнеса. В понедельник вышел новый выпуск шоу «Дом-2», в котором приняла участие кировчанка Юля, которая является бывшей девушкой кировчанина Даниила, который попал на «Дом-2» недавно, раздевшись на кастинге перед телекамерами. Как сказала сама Юля, она в «Доме-2» планировала прийти к Даниилу, который бросал ее три раза на протяжении трех месяцев, но потом передумала. Фух. Вы знаете, я как-то плохо играю испанский стыд, поэтому я воспользуюсь помощью профессионала. Как? Продолжим. В сквере 60-летия СССР сломался фонтан. Это уникальное событие. Фонтан в этом году еще не работал, но уже сломался. Как говорится, недолго музыка играла, и теперь, похоже, кировская молодежь перестанет ходить туда гулять. Валера, пойдем гулять к фонтану в парк 60-летия СССР. Да, ну, че-то там не фонтан. А продолжим новостями успешных людей. Чепчани, на который украл 6 тысяч рублей, оштрафовали на 5. Молодец, красавчик. Продолжим же кировские новости. В Кирове от доски почета отвалилось слово почет. Причем эта доска находится прямо возле администрации города. Какой почет, такое и качество доски. Ну а сейчас, как и подобает серьезной аналитической передаче, мы послушаем мнение экспертов по главным событиям страны. На МКС планируют установить лазер для стрельбы по мусору. Чушь. Так как, мы же в будущем. Чушь, чушь. Будут стрелять по мусору с МКС. Что это ерунда какая-то? Думаете, деньги пойдут не по назначению? Точно. Российских чиновников переводят на российские смартфоны. Молодцы. Так, держать. Можем пожелать российским чиновникам, чтобы звонилось и писалось, чтобы весело жилось. Бузова показала, как моется в душе. Ого. На любителя. Пивом и вином нельзя упиться до смерти. Можно. В Финляндии строят переход через шоссе для белок. Денег нам некуда больше не вать. А нам не хватает, пенсионерам денег. Уважаемая Финляндия, если у вас есть лишние деньги, переводите, пожалуйста, нашим пенсионерам. Ну, конечно, еще лучше мне, если переводят лично на карту. Все, спасибо большое за эксперты. Да, с карточки номер перепишите, пусть перечисляют теперь деньги мне. Хоть сто рублей. Ну, а закончим тремя новостями из администрации, которые произошли за последние пару дней. Новым замом Шульгина по инвестициям стал чиновник из Сочи. Вопросами ЖКХ в администрации Кирова будет заниматься Москвич. Участница конкурса «Мисс Татарстан» возглавила департамент администрации Кирова. Как? Ей богу, а? Ей богу, честное слово. Кировчане, поздравляю. Мы с вами снова становимся ссыльным регионом. Это была Вятка Тудей. Какой город, такие и новости.